Компания Renault получила одобрение типа транспортного средства на новый Captur в России. Накануне документ был опубликован в открытой базе Росстандарта. В сертификате указаны сразу четыре модификации кроссовера. Три с передним приводом и одна с полным. Некоторые из них будут комплектоваться турбомотором Renault H5H объемом 1,3 литра. Отдача агрегата 150 л.с., максимальный крутящий момент 250 Нм. Этот двигатель знаком российским клиентам марки по модели Arkana. Заправлять такой Captur можно будет только 95-м бензином. Две модификации Captur получат прежний 114-сильный атмосферный двигатель Renault H4M. Но с учетом новых катушек зажигания и свечей его можно будет назвать модернизированным. Если говорить о трансмиссии, то согласно ОТТС обновленный Captur получит два варианта. Пятиступенчатую механику и вариатор. Классической автоматической коробки передач больше не предусмотрено. Автомобиль оборудован электроусилителем руля, а в остальном изменений нет. Но главное изменение в ОТТС явно не прописано, так как Captur, как ранее сообщал производитель, стал второй после Arkana моделью, построенной на модульной SUV-платформе нового поколения. Речь идет о знакомой B0, которую основательно доработали. Кроме всего прочего, кроссовер получил иные настройки шасси и рулевого управления. На сегодняшний день Renault Captur доступен в России с атмосферными моторами объемом 1,6 и 2 литра, на даче которых составляет 114 и 143 лошадиные силы соответственно. Стоимость кроссовера начинается с отметки в 945 тысяч рублей. На данный момент это все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!